христос посреди нас мои родные любимые христолюбцы все братцы и сестры в христе всем желаю радости и веселья господи сегодня ролик хочу записать такой типа отчета промежуточного ну и на свою страничку христолюб донит я хочу во-первых рассказать что мы там делали отчитаться то скажем немножко ну и лишний раз призвать призвать если есть желание и возможность помогать нуждающимся ну кто знает на моем сайте христолюб есть страничка христолюб донит html вот этот ролик и как раз который сейчас здесь стоит я вот на этот поменяю может получится длинный не хочется от сердца просто поделиться мыслями переживаниями ночью произошло за последнее время кому нудно и скучно можете не смотреть и не делиться этим роликом но мне хочется промежуточной записать я не люблю эти пафосные официальные форматы я какой есть такой есть говорю от сердца живой жизнью какой живу на моей страничке вот сколько я уже в интернете пребываю и как стал слове так скажем служить людям господь приводил ко мне людей и кто меня знает вот как в меня впиваются когда я словом слышу так я наоборот обычно впиваюсь в людей которым нужна помощь и кто ко мне обращался тот знает что я начинаю все там дотошно узнавать что надо чем помочь как максимально решить проблему ко мне конечно обращаются сейчас очень часто разовое что-то нужно там задолжали коммуналка садики еды нет лекарств прочих вещей какие-то разовые вещи бывает просто нужно там с работу воли пока на другой там до зарплаты дотянуть вот что есть я стараюсь всегда помочь и те братья сестры родные мне близкие с которыми сейчас я имею господь меня свел за что ему благодарности слова и мы стараемся всегда помогать всем кто нас окружает и кому я когда ко мне обращались и я понимал что это навсегда до что этим людям всегда нужна помощь я сразу делаем странички без всякого спроса там без всякого их него там пендели волшебно у меня сам всегда это делал тоже понимал что это будет не разовая помощь и буду стараться я и тех кто меня окружает и тем кому я об этом рассказываю буду призывать всегда помогать до нуждающимися потому что понимаю что это люди находятся на грани на грани так скажем такого существования до от этого у меня всегда печаль и скорбь на сердце от того что люди страдают я всегда очень тяжело переживаю горе ближнего вот ну ничего не поделаешь такая наша жизнь до смерти или до второго пришествия иисуса мы здесь как скитальцы пришельцы в поте лица своего съедаем хлеб свой вот так вот хотел я поговорить не себе естественно сегодня а о тех ну так скажем четырех на данный момент у меня есть семьи которым мы помогаем начну с конца вот все эти ссылки я не буду даже описание давать на страничке христ ну в ссылке добавлю в подсказке здесь вот там вот наверху это моя страничка с нее идет пересылки тут все мои ну а своей страничке скажу в конце тут все мои реквизиты вот мало ли кто откуда будет вспомогать и естественно есть вот такими вот активными ссылочками это те люди которым я постоянно с моими братьями и сестрами стараюсь помогать и о них всегда говорю да ну как раз я хочу кое-что рассказать кто знает мы уже не раз я делали сборы я делал сборы мы помогали всеми я хочу и благодарность выразить и напомнить и от и кое-что рассказать и напомнить чтобы мы не оставляли их ну давайте начнем с гамаю новых быстренько да тоже семья они с украины переехали там тяжелыми ситуация трое детей муж жена да они работают но в деревне очень тяжело вы сами знаете тяжело работать тяжело зарабатывать и там у них проблемы с ольготами они за садик платит по полной программе там она тоже каждый раз все равно к нам обращается мы все время стараемся помогать тоже 35 десять тысяч стараемся ежемесячно как сколько-то высылать на страничке всех о ком я говорю я всем вот кому я понимаю что ну тут вот детишки есть обычно но есть ролик есть какие-то координаты телефон обязательно адрес куда можно попадать ну и реквизиты да но в основном это особенно ну все кто я буду говорить о ком сегодня а нет трое из них это из россии одна из молдовы людо из россии обычно это карточка сбербанка у них есть своя да то есть я все это пишу дальше я обычно тоже дублирую свои вот эти реквизиты если нужны более в общем побольше чтобы был спектр как можно и помочь ну я делаю лента поступления такая есть но опять же я и заполняю вручную я вот здесь подписал простить христа ради снили свои поступления сразу же во-первых сразу же вторых с их вообще увидите бывает и мне не отчитывается да и я могу забыть тоже живу в такой же отчасти бывает суете вот и люди живут в суете побольше моего от семейные да вот так что что вот так вот все это в ручном режиме меня нет никакой автоматики я не знаю как делать там все это я все умею сам леплю вот эти сайты как умеют а вот ну вот такие вот ролик можете посмотреть там проли зовут лена тоже я тогда про нее записывал тоже нужна помощь живут они нуждаются тоже тоже если есть возможность помогайте по мере сил и желания дальше давайте даже даже не знаю кому дальше это вообще ну давайте с лена начнем я хотел может даже лена начать с ним и самое первое я и стал для неё ну я еще раньше меня там просили записывал ну так из крупных кто-то скажем да это лена скрынник или перова там у нее разные фамилии девичьи мужья прошлое вот у нее 6 детей разного возраста мальчики девочки живут они в барнауле в алтайском крае тоже есть телефон скайп есть адрес то есть но адрес для вещей то может быть что такие посылки в принципе можно все и сладости необходимые вещи может быть и по учебе всегда можно в принципе напрямую связаться тоже можно ролики посмотреть как и я писала хотя нас лены было больше роликов но я оставил там два у нее там есть ролики с другими она была прописала там я их закрыл там они не мои вот я там последний оставил лени мы тоже помогали живут они очень бедно понятно да я не собираю на золотые унитазы там на mercedes со стразами за то время что мы помогали не там дом у нее очень ужасном состоянии был еда до меня конечно же или там тоже помогали мы там помогли и обшить его я не знаю там лена сейчас доделала нет у нее все время вещь ну сами понимаете шесть детей там все болеют переболеют в общем она бедняга вся в слезах вечно я не представляю вообще как они живут если честно вот все все кто нуждается я вот я себя вообще последнее время считаю очень счастливым человеком хотя и всегда таким считал хотя он как апостолы писать ничего нету и ничем не было вроде бы ничего нет но всем обладаем да вот помогали мы тогда и на обшивку собирали на воду и на сантехнику там на ванны на потом большой сбор объявляли да и до этого еще там инак и на долги и последний сбор был на газ всем вот я хочу сказать огромное спасибо я алена на маленький ролик присылал и я даже с не стал скачивать забыл она так нам там показал у нее все смартфоны там эти поломались микрофон ничего не работает сегодня там тоже ролик присылала мы как раз вот сегодня и послал я только что ей там кашкову вот это не микрофон ничего ей попросил я это запиши хоть ролик чё там все что сделали в общем радостная новость в том что газ провели тогда мы собрали тоже там около больше 150 тысяч в очередной газ тогда мы на воду хорошо собирали и на обшивку дома как хорошо на материалы с горем пополам хватало потом на работу но своими тоже силами маленькими кто знает там еще добивали добивали в общем добили и газ тоже вот и сбор в принципе слава иисусу плохо хорошо скрипя сердце но набрали вот не хватало мы там сами тоже все потихонечку потихонечку и опять долги были там за работу мы еще потом тысяч пятьдесят нас сами собрали но общем собираем сколько можем хотя нас там 10 человек вот с кем я кто близко меня окружают мы все время как-то тужимся все чем можем пытаемся сделать вот но лена как сможет как у него будет свободное время там все время болеет то девчата насти у нее кто знает самая маленькая тоже там сейчас опять там что-то она на инвалидности там в общем все тяжело ну посмотрите ролики да кто знает кто не знает ну из последних радости что лена провела газ показывала но как все там работы так что нехтере вода и тепло но сейчас лето как всегда сани но хоть этот ход она плакала там еле-еле тот год там все ленка все знает знает и истерики там были все ну тяжело тяжело там все в дырках было ели они там в концовке они оттуда и съезжали там тяжело все было ну теперь все наладилось и слава иисусу всем всем спасибо низкий поклон я вами всеми любую всегда вашей добротой вашими сердцами вот ну алино как как у нее там получится сбросить тогда я может еще ролик ну и сам прокомментирую я хотел может все вместе ну чё тут никак там у нее попроси хоть у кого не пусть тебя там снимут на смартфон хоть начнет ну уж не до этого вот у лены тоже есть и карточка и даже яндекс кошелек есть старший сын у старше 14 лет кириллу там еще учится тоже завел но остальные координаты тоже мои да вот ну самая главная новость тогда что все-таки газ провели вот буквально где-то уж месяц прошел я ждал ролика тоже но пока никак вот у каждой страничке есть конечно свой адрес у них я верну я может быть в описании к ролику добавлю каждому проще перейти вот на мою страницу и вы здесь все ссылки активны гашковы роман и татьяна их дети тоже у них кто знает семь детей сейчас беременна татьяна началось наше знакомство как раз их лена в храме увидела вот тут есть ролик тоже можете посмотреть в ней были долги за газ они там топились вообще непонятно чем воздухом все у них там обрезали вот просили они хотя бы на машину угля там чего-нибудь дров мы им я сразу объявил сбор на газ кто знает быстро моментально тоже мы все собрали все им там потом через несколько месяцев подключили собрали как всегда больше и слава иисусу купили они себе там и газовую плитку такую обычную ну поняли да под газ там все показали ну там ролики есть я отчет записывал здесь все тоже найдете на страничках то впервые может быть меня смотрят вот и потом кто знает ну кто видел потом ролик я записывала еще сбор на дом тоже живут они в деревне в ужасных условиях кто ролики посмотрите в этом я уж не буду все показывать ну я объявил сбор на этот на дом вообще представляете как они живут там я тогда правда я ролик писал вы помните с таким настроением тоже потому что я роме сказал что человек я маленький у самого у меня ничего нету вот а и ресурсов у меня нет никаких все там эти каналы игру там 100 человек 90 из них готовы не самого на крест повесить здесь человек если любит а еще не если любит конечно еще из них у 10 только у одного возможность есть но я может быть что ты это утрирую как всегда но смысл понятен да много меня окружать я сам знаю люди в нужде или живут и не имеют допустим и даже есть более-менее люди состоятельны допустим там сестры но мужья не верующие рубля не дают ни на что не на благотворительность вот так что либо пусть и братья но тоже сами там живут и еле-еле там в деревнях день тоже еле концы с концами свой там родители больные все можно иметь желание не имеет возможности я ром то сразу сказал чтобы он особо не тешил надежды на меня по крайней мере рассчитывать я говорю газ я тоже был уверен в принципе сколько раз я объявлял его такие цифры как 50 100 вот даже 150 я так вижу собираем и все время с горем пополам пусть не сразу как-то так но собираем уже сколько вот я сейчас по сути такой обзор дела но был еще не все сюда конечно включу вот иначе тогда вообще будет долго вот то есть это реально вот такие какие-то нужды нужды да прям действительно катастрофные и люди конечно реагируют по-другому я понимаю ну хотя ей на это же не на золотые унитазы как я собираю но все равно понятно есть какие-то у людей у самих у всех сложности но я не отчаиваюсь никогда я пишу эти ролики все равно всегда потому что мало ли может быть вчера какой-то новый человек появился ну пока можно назвать подписчика может быть брат да может быть просто человек добрый вот может быть миллионер может быть меценат от меня никогда не отчаясь я верю в чудеса божьи и со своей стороны делают то что могу делать служу теми дарами какими есть и материальными и духовными и душевными информационными чего в чем могу тем я и все стараюсь на пользу ближним обратить вот тоже есть и адрес там телефон ромы есть я так ну тут я обувь не стал я помню там понятно и рост все это у них семь девочек вот поэтому там вся линейка одежды подойдет там особо можно не придумать вот тогда я объявил мы там набрали сколько-то тоже ты семь что ли собрали после этого газа на дом ну что на 70 еще дом построить что лента договорил и как бы я не знал тоже что делать и он со мной советовался я не знаю ром закопать их землю фундамент где брать остальные деньги вот но сейчас кстати у них ребеночек родится там я не знаю что у нас государство может что-то кстати какой-то материнский капитал ну я не знаю про этот я сам сейчас фантазирую я что-то кстати не спрашивал у него надо спросить вот может быть он на это тоже рассчитывает вчера прислал вы ну не вчера пару дней назад прислал он мне тоже видит ролик вот давайте посмотрим так слышно чем вам должно быть слышно вот сейчас я так не то так давайте сейчас короче обращаюсь тебя вот такие дела плановку мне почти доделали погода плохая была 3 метра доделать осталось я уже все это заплатил платил купил вес на опалубку сколько денег было купил короче 4 куба посчитал еще на опалубку в общем коробка вот сейчас скажу у меня дом будет 11 на 12 сейчас скажу так надо еще 7 кубов в общей сложности на опалубку 11 кубов идет этот лес пригодится ты сам знаешь он идет на пол на поколок уйдет не знаю как-нибудь может быть поможешь вот обращаюсь к тебе такие дела погода даже плохая у нас очень было только восстанавливать снег дождь попало бы потому что плановку тракториста не доделал я тоже все уплатил получается он не должен он приедет наверх не доделал ну вот такие вот решился он все-таки дом там не пристройку никакой ну к чему там пристраивать кто видел ролики кто может первые смотрят не в курсе можете на страничку каждого зайти и посмотреть каждой семьи ну это хорошо конечно ну чё там дом 10 на 12 там детей сколько вон вот ну чё я вот он прислал я роме опять ответил я ром я же тебе говорил что я мы помогаем ежемесячно им сейчас вот все кого увидите четверых мы всегда помогаем пять десять пятнадцать плюс они и на все время раз в месяц еще чуть не все время случается там лекарство какой-нибудь аппарат еще чуть туда надо туда мы стараемся сколько можем чуть чем бог благословляет всем помогаем вот ну мое дело я никогда не отчаясь я не боюсь не стесняюсь не просить ничего люди нуждающиеся и я рад рад служить тем чем у меня есть есть информационный вот ресурс я стараюсь им служить да вот тоже все есть у них кто хочет тот адрес пересылки ну у всех кто от в россии я же показывал гамаюновы лена скрынник или первого как хотите и гашкова семья у всех есть карточки сбербанковским все есть ну и недавно кто видел для людмину фризер мы собирали тоже вот мама люда не сынок петя но тоже с диагнозом забыл как он называется но не суть вы все знаете да вот ой как это все было тяжело искали мы сел эту коляску там что для меня тоже так немножко тяжело поначалу было я ничего не понимаю коляски как ее выбирать какая-то обычная необычная ну ладно мы там братьями сестрами целыми днями штудировали интернет разбирались там но аспиратор проще вот такой мы заказали за 18 550 у нее был тоже кто знает но не не автономный да и плюс уже тоже вдруг он вернется в любой день этот полностью автономно он работает и от аккумулятора и от 12 вольт причем с прикуриватель все там как надо ну в общем полностью экипированный все как она хотела можно с собой взять его можно поставить куда-нибудь под коляску там придумать или еще что-то или куда ты едешь или она может отъехать или кому-то уйти до или на улице даже то есть она может выкатить там и спокойно частном доме она тоже там огородом старая мечтает заняться вот в общем вот такой вот аспиратор это это ладно и все хорошо и потом с коляской мы коляску они уже поменяли картинку выбирали мы выбирали сошлись на одной модели вот нашли 25000 где только не искали в молдове ничего нет в украине ничего нету если есть по 50 по 70 по 100 тысяч где найти не знаем из по россии по россии не могли с доставкой определиться почта россии не отправляет такой груз или там вообще тоже за бешеные деньги ким спецрейцам и непонятно пройдут они сейчас украину нас там проблемы в сами фирмы обращались ничего не говорят нет нет мы туда не пошлем короче мучили четные но потом как все разрешилось бились 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 в общем в концовке причем оказывается люди ты из россии уже присылали вот это первую самую маленькую когда для маленького коляску оказывается уже все налажено нашли в москве она какую-то женщину через которую то делали хочу озвучить это святое имя как я зовут галина галина вот воденцова в подмосковье она нам помогла мы ее не знали но так как все уже как бы пока по накатаны доверились вот оказывается вот эти есть же все правильно молдова сами знаете в россии молдова не всегда ездит на заработки ну и и вот эти автобусы ездят оказывается постоянной и нашли контакты тоже старые вот эти где просто частников так скажем так ну в общем все нормально получилось собрали мы в общем 70 тысяч тоже хотя вот получается вот у меня на почте вы видите заказ крест коляска и аккумулятор 26 780 45 300 ну и 6000 она отдала по приезду перед 51 тысяча грубо говоря во все обошлось но собрали 70 всех я вас целую обнимаю всеми вами любуюсь кто принимал участие вот не всегда смотрите то что я на сайте я не указываю вот иногда своих старого тут не такая большая сумма указано просто своими силами реакция очень слабенькая на мои на мои сборы ну как славе нормально собираем же да вот но основном уже те кого я даже тут вот которых я указывал это некоторые свои которые даже просили чтобы не указывать что тут вот но в концовке собрали 70 тысяч это здорово вот 50 все обошлось и 20 тысяч я переслал по мани грэму но 25 я медана из них 5 просто за 6 заплатила 25 я отослал ну получается же 25 70 минус 45 и она просто 6000 потом она заняла отдала вот я потом переслал и вот хочу рассказать во первых мы заказали модель специально выбирали с таким козырёчком вот видите я сообщение выдрал из еле-еле нашелся скрутил крутил мы когда это переписывались ты еле нашел из телеграма мы с братьями сестрами переписываемся вон же мы штата скидывать когда друг другу просто скидывали эта модель была вот видите с таким козырёчком что в солнышко не пекло там со столиком все как вы думаете приходят люди она и что она без козырька они уже даже я сейчас по ссылке перехожу думал вам показать они уже картинки вон поменяли салдул посылки может они мне чего в почте изменили но вот же уже у меня мы сквай муж мы правда без козырька заказали я же отсюда клику и открывается страничка то коляски а потом нет хорошо и в телеграме нашел вот эту ссылку я прямо отсюда по ссылке клику она на эту переходит они уже поменяли картинку вот я звоню фирму я город что такое любые люди с людьми с какими работаете а причем люда именно хотела и вот увидела мои разные сбрасывали на выбор именно вот увидел то что козырёчек есть такое там же все прикреплено там все должно быть удобно все продумано два дня мне никто не звонил сейчас вот только буквально час назад не со перезвонили но я верни не я звонил я на почту написал вот в ответ на эти письма они же приходили я пишу что такое козырька нет что будем делать сейчас мне позвонили но я так ну по-христиански конечно ссориться ни с кем не собираюсь выносить мозг но я сделаю кто меня кто со мной лично общался знает я могу сделать букву такого вот так вот ну то есть конечно спускать я это не хочу просто так вот она мне предложил новый тип транспортной компании обратно пришлите а мы вам деньги вернем я говорю я предупреждал и вы знаете но там про друга не так который нас вела менеджер а видимо сегодня нам уж выходной пришлось это отзваниваться но может быть она скоро выйдет сейчас на звон типа ну вот мы знать с начальством я посовет поговорила сказали вот типа хотите перешли тему вам деньги вернем я говорю коляску уже в молдове вы об этом должны знать и мы же об этом говорили даже как нам отправить и все вы знаете что мы через москву через одинцово через галину пересылали в молдову чем его вернем но она как начала ну вот один вариант но я подносил я говорю давайте либо причем я сейчас вот еще не посмотрел чтобы царь были модели за 20000 я время переплатили 5000 принципе специально выбрали с козырьком а я кстати своим братьям сестрам когда мы в группе выбирали рмош возьмем обычную чё там зонт вставил вот и все не меня сразу брать сестры не не надо вот с козырьком ну и люди сбросили до ягоды я не против я так я ру лишние деньги переплачивать я зонт хороший лучше за 5000 можно суперский зонт какой-нибудь купить фирмовый ну вот получилось что придется все таки зонт покупать опять ты все равно переплатили я им конечно попытаюсь я гру давайте-ка родные разницы говорю вот возьмите вашу модель которая без козырька я сегодня сейчас найду попозже там у них было за 20 по моему евре 5000 тогда верните нам но я естественных люди отправлю вот потому что ну вот так вот вот видите все не без печальки и кстати манигрэм перевод тоже отправил кто знает я сам живу в глухой деревне в райцентр ездил первый раз я сам манигрэм кому-то отправлял вот по-другому люди не отправить что вы думаете они мне вообще номер какой там но на первый раз хотя у нас большой офис 20 человек ну короче не тот номер не дали люда ездила она тоже в райцентр ездит ничего невозможно получить номера нет я тут на уши поднимает от банк банк ничего не знает в манигрэм звоню в манигрэме находят этот перевод нога да выговорить не тот номер сегодня опять ездил и оказывается да они сами первый раз его оформляли они не знали как и дали мне просто не тот номер но я уже сегодня приехал я уже когда руми дали номер я в манигрэм забил то можно отслеживать и теперь я его вижу так что все нормально я думаю завтра людо сейчас я ролик пишу я и все тоже сбросил но я думаю на завтра эти деньги получит вот все вот так вот тяжело бывает но ничего требует иногда усилий потерянного времени для меня тоже целый проблем адрес люд из пети тоже есть молдова сынжерский район село октябрьская прошло ролики помню хворил там нет никакого вне дома деревни маленькой даже номер дома нет там все друг другу знают но индекс есть 62 33 телефон все есть есть страничка на фейсбуке вот кто тоже считает есть возможность точнее желание помогать чем-то я говорю и реальными вещами и деньгами как хотите и словом кстати поддержкой распространением постов тоже я сейчас об этом еще скажу вот ну и так ну естественно люда что есть тоже вот money но есть для молдовы что вдруг то будет меня смотреть кто в молдове живет то есть есть для молдовы координаты я там все добавил вот они какие она давала и вот money грамм но money грамм в принципе у сейчас мы и к этому подойдем на money грамм чего нужно для человек я вот сам отправил через знаю фамилиями ну желательно на английском сразу узнать у человека чтоб там на всякий случай и чего и страна и все но от вас естественно паспорт нужен все и можно money грамм перевести в любую страну так за всех да ну да по поводу money грамм а то есть кто меня знает кто знает чем я занимаюсь меня уж чем только не укоряли что я и деньги себе забираю кошмар вообще я специально даю все координаты по возможности тех кому я хотел бы чтобы еду я сам помогаю хотел бы чтобы люди помогали кто в россии карточка сбербанка всегда есть этих людей их не money грамм если вы получается помогаете из-за границы money грамм western union я сам прошу вы на них переводите принципе все есть и адрес и именно все есть и телефон и связаться можно и узнать тоже мне самому вот мне когда переводит ну там для меня или для кого-то мне целая проблема тоже ездить я в деревне живу я не могу их получить не надо в райцентр ехать для меня тоже я обычно езжу хорошо если раз в месяц причем как раз потому что ну нужно съездить уже порой сам то я могу и по несколько месяцев туда не ездить у меня все есть я тут живу вот так что все все на каждой страничке всегда есть свои координаты я даю только те просто может быть чтобы был больше у кого-то есть у кого-то кто-то получает по интернету на разные как правильные реквизиты выразиться да у меня есть просто побольше у меня есть paypal кому нужен такая же карточка сбербанка с кому нужна это есть и долларовые евро счет это просто я занимался фрилансом у меня все эти есть координат у меня есть в обмане соответственно тоже рублевый долларовый евро есть яндекс кошелек ну вот я говорил что у лена там сына может они уже не пользуются я тоже сберкарт ладно и действительно все пользуются но я-то понятный я яндекс кошельком пользуюсь все сейчас можно через телефоны проводить тоже мой кстати телефон есть то есть на моей странице и на их не страниц на все я добавляю свои координаты что просто не искали сейчас кому-то удобнее там через paypal через paypal мне несложно мне никуда ехать не надо я получил там вывел там у меня все это оформлено состыкованная вывожу там на свой внутренний валютный счет вот банковский и потом переправляю вот кому надо найти карточки сбербанка поэтому кому удобнее кому нужен paypal почему я предоставляю свой просто потому что он не у каждого кто знает есть его не так просто завести не так просто там сделать с него вывод все это поставить на систему webmoney те же самые у кого они там есть то вот но у меня так как я просто занимался интернетом заказами до выполнением дизайну то есть мне просто платили поэтому у меня все это есть вот так вот поэтому кто просто кому-то пересылает я всегда даю отчет за и так скажем да ну и все этот ролик я помещу на первую страничку сейчас своего тоже вот этой страничке общий христалюб сайт donate html я живу скромно по мере веры как говорил апостол павел здесь размещены мои потребности я тоже вот я кстати сам болен кто не знает да вот я живу в деревне живу просто скромно в томе в обычном деревенском вот трачу я в месяц наеду около там трех тысяч где-то свет 500 интернет 500 отопление тысяч ну зимой естественно топишься летом нет но круглая покупка дров обходится где-то в 10 тысяч машина да ну прочие тысячи я отпишу что живу я на 6000 месяц кто хочет кому но это естественно кто получает от моего служения пользу назидание радость вот я этим занимаюсь и для вас для вас этим хлебом раздаянием этого хлеба вот так вот ну и все что мне кто знает кто сверху все что приходит я вот все распределяю все стараюсь помогать не скрываю ничего говорю что действительно надо получается и 20-30 тысяч месяц раздать всем вот кто нуждается я ничего не собираю ничего нет когда мне что-то надо я сам обращаюсь вот мне тоже помогали вот эти это доме в деревне мне помогли купить за 70 тысяч тогда тоже когда пришла нужда в свое время я обратился и помогли кто знает там я делал сбор на ноутбук пока ничего сказать не могу всех тоже целую обнимаю всеми вами любуюся вашу доброту любовь деятельную по поводу ноутбука пока сказать да не хочу в этот ролик забивать это мои уже дела так скажем да здесь есть люди более нуждающиеся о них поговорим ну просто пока нечем когда когда я его получу на руки обзор то увидите обязательно еще скажу всех тоже поблагодарю но я уже благодарю за то что мы сбор сделали собрал тоже сама собрали мы хорошую сумму хороший ноутбук но там пока короче что-то там не получается он сломанный раз отвозили другой привезли тоже чё-то полетел там чё-то какие-то беда я у нее я еще в руках не держал с воронежем никак там папа мой занимается пока вот так ну так вкратце хотел сказать о том уж кто тоже то есть сбор то сделала пока нечего нечего рассказать-то мне кроме пока отрицательных вещей в этом году что-то у меня как-то все по технике вот так тоже идет такие вот дела ну все в принципе я все поделил рассказал всех еще раз призываю у кого есть возможности желание не оставлять хотя конечно же знаете прежде всего мы должны светить вокруг себя это очень важно то мы очень часто покупаем воду детям в африку а у нас рядом соседи помирает важно конечно живой жизнью светить вокруг себя это обязательно я тоже ко мне здесь не раз в деревне обращались я помогал тоже сколько мог так что это обязательно своим и по плоти обязательно не так что в дар богу а мама с папой помнить как господь сказал иисус наш господь и бог наш а мама с папой сами помирает то есть обязательно конечно же своих по плоти своим поверьте обязательно ну и всем кому можем надо светить всех конечно сердце разрывается хочется всех обогреть напоить накормить единство хотел дать что хотел сказать но забыл все равно скажу вот по поводу люда фризер да вроде бы купили эту коляску там это спирата знаете на сердце такая тоска хочется дар иметь ничего это коляска вот бы он пошел у бога нет ничего невозможного ял честно скарблю все равно кажется доброе дело сделали а хочется конечно ну что это инвалид со сам принцип стоит за подарок инвалидная коляска это же горе всех призываю молиться за болящих особенно да вот я верю что у господа все возможно вы помните как он и четверок дневного разлагающегося человека лазаря воскресил я верю что для него нет чем возможно в последнее время вот общаюсь уже давно в последнее время все больше и больше конечно каких-то нового знакомств появляется этот мы ничего не видим до сток у людей космы не видим вот этих больных детей у кого есть они же их как бы но они не то что их скрывает просто факт жизни не живут там по домам и оказывается у многих такие дети или родители там начинают с ума сходить беда конечно у меня вот таких уже есть близких есть я очень переживаю и не знаю это вообще а для меня не как эти герои веры их называют вообще как они живут я честно я все перестал я раньше ну как пас показ вообще конечно же старость не радость кто знает я сам просто болел сам проходил и прохожу еще непонятно какой путь и от проходил все это ну я когда на других смотрю мне что-то мне язык не поворачивается что-то себе хворить конечно это вообще как как они это живут с этим вот 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 как ли и люда как у меня есть там викуля да и любые там достаточно что ребенок кашляет уже уже можно с ума сойти а как они живут как они за этих детей переживают как сами с ними мучаются это как бы сейчас это не звучало на и так и есть и страдает это конечно счет с чем-то чтобы так вот ну а что делать все равно я вот сам его не лечусь и ничего но другим помогаю на лекарства и надеими комменты и на обследование то есть главное это любовь да у каждой живет по мере до того потому до чего достиг это обязательно так вот ну конечно же в идеале чтобы было полное исцеление полное исцеление будем поэтому призываю всех помимо вот этих всех материальной помощи но без куска хлеба никого нельзя оставлять это обязательно кусок хлеба я подразумеваю кровь над головой и тело в одежде да и подобные вещи вот ну давайте молиться особенно вот я призываю молиться за петю люды фризер это обязательно за я просто у рома горшковых не знаю какие то если там какие трудности с детьми я что-то да как спрашивал что-то я уж честно не помню гамаю но их по моему таких особых нету у лены там насти конечно тоже спас сердцем там сложности у близняшек там с речью тоже не все в порядке вот ну тут давайте так тоже знаете не люблю это призыва молитвы за весь мир это кто что знает я конечно вот кто кто про них что знает или вот посмотрят ролики то если есть желание на сердце молитву тоже это дело должно быть добровольно и от сердца от искреннего такого сердца ну все мои карда координаты всем я ни от кого не скрываюсь до меня легко найти все мои кардят координаты на экране описание к ролику есть адрес вот сайта христолюб сайт но я и правда не добавил на экране ссылку там слэш еще donate . html ну я в описании добавлю кому нужно обычно я говорю подписывайтесь ставьте лайки да но вы все сами знаете в том плане что этот ролик я хотел от сердца записать хотите для своих хотите как хотите вот его же добавлю обновлю как раз на страничке принципе все равно это только свои чужие обычно только клюют так что туда чуть не добавьте как не подаваемся поэтому поэтому вот так вот все с вами прощаюсь вами я всеми кто когда-либо участвовал пусть я вас кого-то не знаю я вами все равно заочно любуюсь заочно вами восхищаюсь вы мои герои христовой веры и евангельской жизни все я вас нежно целую крепко обнимаю до встречи в следующем ролике на моих каналах о чем о любви все пока пока так куда пока пока ты мои дорогие надеюсь вы не выключили этот ролик так а люду ты он забыл показать она роличек тоже записала молодец благодарственный давайте послушаем а а а и а а и и и и и и Много функций он может вместе сидеть и лежать. Сейчас мы вам покажем. Раз, так. Так, у меня смутное ощущение, что вы не слышали звука. У меня тут были обновления. Да, по-моему, вы ничего не слышали. Да, точно, вы ничего не слышали. Вы и Рому, наверное, не слышали. Я теперь понял. Давайте еще раз. Хотела поблагодарить Викулю и Дмитрия, которые помогли нам сделать этот сбор на новую инвалидную коляску. И поблагодарить всех людей, которые помогли нам деньгами. Мы очень рады и довольны этим подарком Божьим. Потому что мы сейчас с Пятюшей можем выходить в любое время погулять на улицу. Коляска очень хорошая. Много функций имеет. Он может в ней сидеть, лежать. Сейчас мы вам покажем. Мне просто немного неудобно одной снимать. Ну, сейчас вот Люда, я звук выключил, чтобы вы не слышали. Ну, она будет показывать, как она раскладывается. Да, то есть коляска очень удобная. Люда теперь может во двор выходить, как-нибудь в огороде там ковыряться. Ну, вообще супер. Ну, вы видите, она там и раскладывается. Он в нее помещается. Это взрослая коляска. Ну, видите, мальчик крупный, Петя очень, да. Ну, вон она и так, и так по-всякому там. Вот. Ну, по-моему, она ему очень прям, прям как раз. Хотя нам спорили в магазине, нам тоже говорили. Нет, нет, мы взяли 40, самый большой. Это очень удобно. Мы очень рады и довольны, и благодарны всем людям, которые нам помогли. приобрели нам еще, помогли нам приобрести еще новый аппарат. Без электричества работает, когда нет света. А вот это наш старый аппарат, но он работает только от электричества. Еще раз, хотели бы сказать, спейте большое и огромное вам спасибо за все. Ну вот, а то вы как-то это, я что-то это и со звуком. У меня были обновления в программе, и это не ладно. Я не люблю ни монтировать, ничего. Ролики, я не буду ничего вырезать, все как есть, вы все видели. Вот. Такая вот колясочка, видите, все очень хорошо ему. Это взрослая, она с нами нам в магазине пытались, мы там заказывали, сам большой, 43-й, как там шел. Она там доказывала мне, что нет, надо там поменьше, 38-й, отстаньте. Мама сказала, 43-й. Я их закончим на этом. Вот так вот. Так, ну и вы Рому там не слышали, но он рассказывал в том видео, что как он это... А я уже закрыл этот... Как просто там он распланировал все это... Куда я его... Я уж теперь его тут искать-то буду. Ладно. Смысл понятен, да, сейчас. Может, кому интересно. Дима, здравствуй, Дима. От всей нашей семьи мы тебя обнимаем, целуем. Ну, ладно, я звук выключу. То есть смысл он рассказывает, что трактором уже распланировали там все. Он заплатил за это тоже. Вот он там леса купил уже на опалубку. Ну, естественно, не хватает. Вот он говорит, поможешь, типа, еще. Ну, я ему сказал, что что... Почему этим лесом-то не обойдешься? Ну, понятно, лес потом пойдет на крышу, на пол. Ну, дом-то на что строить? Ну, будем помогать. Я ему сказал просто, я говорю, ты... Просто... Я не люблю... Мне не хочется, чтобы человек были в иллюзиях. Вот. Чем помочь-то? Не знаю. Ну, я говорю, я не отчаиваюсь. Может, завтра найдется миллионер и многодетной семье купит квартиру. Это будет счастьем просто. Вот и все. Ну, все, вот такие теперь я вроде все сказал. Что-то я с этим звуком... Ну, ладно. Я не буду там ничего вырезать, чтобы было понятно. Там прокру... Небось прокрутили, да и все. Все. Еще раз со всеми... Еще раз со всеми прощаюсь. Тут у меня всяких картинок полным-полно. Что включать-то, да. Вот так вот. Да, хорошие стихи из первого послания апостола Иоанна. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. Ну, от нас обычной души-то не требуется в этом мире. А кто имеет достаток в мире? Ну, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое. Как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом истины. Все, мои драгоценные, я с вами прощаюсь. Пока-пока. Теперь уже точно прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok